Последняя премия, которую мы сегодня вручаем, а может быть она одна из самых основных, это премия «Фантаст года». Эта премия вручается по итогам просто книготорговых сетей, какая книжка, книжки какого автора лучше всего продавались в течение года. Эта премия получала и Сергей Лукьяенко, и Василий Головачев, и Вадим Панов, и Роман Злотников, вы всех их сегодня могли видеть на этой сцене. Сейчас получит, я хочу, по-первых, позвать вручать эту премию Сергея Александровича Рубиса, на мой взгляд, в руководитель издательства XMO, которая предоставит, которая сделала вам весь этот праздник. И сейчас у нас произойдет очень серьезная, интересная процедура, потому что сейчас у нас будет некий момент разоблачения. Вы все знаете писателя, который скрывается под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Никто не знает, кто стоит за этим псевдонимом. Он пишет сериал о Ричарде «Длинные руки». Поэтому я хочу позвать на сцену Гая Юлия Орловского. Он живет в «Длинные руки». Но кто скрывается, мы пока не знаем. Лучший писатель, фантаст 2012 года Гай Юлий Орловский. И сейчас мы вот снимаем, и мы видим, что это Юрий Александрович Никитин. Никогда раньше никто не знал, что современный фантаст Юрий Никитин пишет по сезониму Гай Юлий Орловский. Юрий Александрович, пожалуйста. Спасибо. Юрий Александрович, разрешите передать вам достойный трист. Очень рады, что награда нашла героя. И что столько лет никто не знал или делал ответ, что не знал. Но теперь зато все могут на вас посмотреть живем. В очередной раз очень приятно, что вы получаете этот приз. Гай Юлий Орловский получает приз второй год подряд. Но в прошлом году маска не снималась. В прошлом году я получил. Да. Теперь еще расскажу, что награду нашла героя. Да. Я думаю, что поклонников творчества Юрия Александровича здесь довольно много. Смотрите, поклонников Гай Юлий Орловского есть тоже много. Смотрите. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Вы посмотрели, как вы получаете призы разгона. Сразу вам скажу, разгон проходит в двух форматах. Проходит параллельно сейчас в пансионате Поляны на Рублевском шестерне.